Крокодил Вы на канале Знай ТВ И сегодня мы посмотрим на морского или грибнистого крокодила в деле Не забывайте оценить этот ролик и подписаться на канал А мы уже начинаем Этих существ можно назвать практически универсальными хищниками Ведь они появились еще в эпоху мезозоя И за 240 миллионов лет изменились не так уж сильно Только взгляните Это примерное изображение Квин Кана Сухопутного крокодила, жившего примерно 24 миллиона лет назад И от своих современных потомков он отличается очень немногим Разве что лапы стали короче Ну и если смотреть еще дальше То предки крокодилов были теплокровными животными Так что к сегодняшнему моменту произошел некоторый их даунгрейд Но глядя на этого монстра Так и не скажешь Грибнистый крокодил является самым крупным из современных крокодилов И по некоторым данным может вырастать до 7 метров в длину И иметь массу более тонны При этом самым большим официально зарегистрированным крокодилом является гигант по имени Лолонг Его длина составляла 6,16 метра А вес 1075 килограмм И хотя были истории о рептилиях длиной тела около 10 метров Документального подтверждения они не нашли Зато гигантов под 5 метров и более очень легко найти среди грибнистых крокодилов И по этому параметру они превосходят своих собратьев с берегов Нила Но знаете ли вы, как можно их между собой отличить? Если смотреть издалека, то, как правило, грибнистый крокодил имеет более темную окраску Нежели его нильский родственник А если подойти поближе, то у грибнистого крокодила от глаз В сторону носа расположено два небольших гребня Которые, как считаются, защищают глаза от повреждений И именно они послужили причиной названия вида У грибнистого также лучше развить слух Более крупный мозг и более облегченная броня А еще он реже нападает на людей Правда, проверять это на практике я не советую Основное орудие атаки этих монстров Огромные и невероятно мощные челюсти Имеющие на своем борту около 70 острых зубов Их количество достаточно, чтобы никто не смог вырваться из пасти Да и разжать этот зубастый пресс вряд ли получится Ведь сила сжатия челюсти и 500-килограммового крокодила Легко составит 1600 килограммов на квадратный сантиметр Таким образом, расчетная сила самых крупных особей Может достигать цифры от 2,5 до 3,5 тонн на квадратный сантиметр Что делает грибнистого крокодила Потенциально обладателем сильнейшего укуса Его могут превзойти разве что кашалоты и косатки Хотя это не подтверждено Стоит ли удивляться, что с такой пастью Он с легкостью дровит кости и черепа животных Только послушайте этот звук Задние зубы крокодила специально потуплены И имеют массивное основание Благодаря этому ни одна кость не устоит в его пасти А вот четверки напротив очень острые И достигают 8 сантиметров в длину Что нужно для разрывания толстокожей добычи Кроме того, ему не страшно потерять часть своего арсенала Ведь эти рептилии меняют зубы до 60 раз за жизнь Да и мышцами наш герой не обделен Даже у молодых особей примерно 50% массы приходится на мускулатуру Плюс ко всему его мышцы адаптированы к перепадам температур И не теряют свои силы даже при сильном понижении температуры тела Более того, крокодилы – рекордсмены по накапливанию молочной кислоты в костях А это напрямую влияет на выносливость И самые крупные особи не теряют своих сил На протяжении 4-6 часов сопротивления Только вдумайтесь в эти цифры К тому же он невероятно скромно обедает Потребляя примерно в 5 раз меньше пищи, чем лев такого же размера Это примерно всего 4% от своей массы за неделю А пьет он еще меньше И способен обходиться без жидкости более 100 дней Хотя эта цифра тоже зависит от массы тела И новорожденные крокодильчики могут не пить всего 20 дней И да, этот суперхищник спокойно может плавать по морю Причем без вреда для себя Грибнистый крокодил имеет на языке железу Выделяющую избыток соли Что позволяет им плавать не только в прибрежных водах Но и уходить далеко в океан Поэтому он имеет самый широкий ареал обитания И встречается не только на севере Австралии Но и на всем побережье Юго-Восточной Азии Где он облюбовывает для себя дельты рек, лагуны и мангровые болота Поэтому будьте осторожны, если захотите нырнуть в голубую австралийскую речку Ведь под водой вас может ждать неприятный сюрприз А вот что произойдет, если куда-нибудь под берег кинуть свиную голову Да что там речка, даже в такой небольшой луже способен спрятаться внушительных размеров Геннадий Причем этот хищник остается практически невидимым до самого момента атаки Под водой он движется очень медленно, не создавая никакой ряби даже на малой глубине Поэтому потенциальная жертва до последнего остается в неведении Ситуация усугубляется тем, что животным часто приходится заходить в грязь, чтобы попить воду И крокодилы этим успешно пользуются Они обладают мускулистым хвостом, достигающим 55% от длины тела И с его помощью очень быстро ускоряются Птицы, звери и даже рыба становятся добычей зеленых охотников При этом рыбалка тоже выглядит интересно Крокодил открывает пасть и расставляет передние лапы в стороны Они имеют большое количество рецепторов, которые в несколько раз чувствительнее кончиков пальцев человека И таким образом получается некое подобие арки возле пасти, засекающей даже минимальное движение рыбы В нужный момент крокодил делает резкий взмах пастью и мышеловка закрывается Правда, не всегда такая рыбалка увенчивается успехом Но она может собрать не один десяток крокодилов рядом, хотя они предпочитают жить поодиночке Разве что в сезон спаривания эти рептилии собираются в группы, да и то, чтобы подраться Резкими ударами головы они избивают друг друга, заявляя свои права на самку Хорошо хоть, что зубы в этом деле используются редко Зато с самками крокодилы, на удивление, обходительны и галантны И вот такие пузырьки означают, что даме нравится его ухаживание Самки откладывают примерно 50 яиц, которые потом заботливо охраняет и защищает от врагов Даже после вылупления крокодильчиков, мать некоторое время защищает их Но опасность подстерегает повсюду, и обычно из складки выживают только два детеныша Зато если их не съели в первый год, им вряд ли что будет угрожать И они легко могут прожить более 80, а то и более 100 лет Это настоящие хозяева водоемов, и ведут себя они соответствующе Ведь его запросто встретить вот так гуляющего по мелководной реке Они даже могут выходить на автомобильные переправы и принимать там солнечные ванны И вряд ли захочется его потревожить, чтобы объехать А если вы осмелитесь подплыть поближе к крокодилу, то он мигом развернется и пойдет встречать гостей А плавает он очень быстро и может долго не отставать от лодки Причем подходить к спящему крокодилу не менее опасно Ведь они способны во время отдыха отключать только одну половину мозга, оставляя вторую работающей И один глаз у крокодила тоже, как правило, открыт А значит он в любой момент контролирует ситуацию Нападают грибнистые крокодилы практически на всех животных, оказывающихся у воды Даже крупный рогатый скот может стать добычей этого охотника Но действовать нужно быстро, ведь скоро такой трофей заметят и другие рептилии И здесь приходит на помощь способность крокодила за раз съедать до 23% от собственного веса Для того, чтобы оторвать кусок от добычи, он делает резкий рывок пастью в сторону И это очень эффективный способ, буквально разрывающий мясо на части Хотя он может использовать и свое знаменитое вращение А вот на земле его действия уже не такие ловкие И справиться с крупной едой будет сложнее Зато в воде он истинный король Даже в прибрежных водах Ведь его опасаются в том числе такие опасные хищники, как акулы Их интересы могут сойтись, если у крокодила будет добыча Например, это павшая черепаха И тогда акулы будут караулить крокодила, пока тот не допустит ошибку Вдали от берега он уже не сможет удержать добычу А эти акулы тоже пытаются отнять у крокодила добычу и кусают его за лапу Но крокодил тоже не думает сдаваться и мощно бьет головой по воде А потом он даже нападает и кусает наглую акулу Причем это не единичный случай Крокодилы даже могут целенаправленно охотиться на акул Особенно, если они меньше по размеру И это тоже происходит довольно часто А здесь люди решили подкормить зубастого Но что-то пошло не по плану Акула быстро схватила кусок мяса Ну а крокодил схватил акулу Хотя, скорее всего, он даже рад такому неожиданному подарку Люди вообще частенько пытаются подкормить крокодилов Но делать этого следует особенно осторожно Ведь при помощи хвоста рептилия сильно отталкивается от воды И может очень высоко подпрыгнуть Или просто использовать его для быстрого рывка вперед А в сочетании с молниеносной реакцией и мощнейшей пастью Любое неверное движение может стать фатальным Даже на крокодилиях фермах, где посетителей развлекают кормлением зеленых монстров И дрессировщик не всегда успевает убрать свою палку А обратите внимание на звук пасти Вот уж кому палец в рот не клади Так что арбуз такому зверю раскусить раз плюнуть Но крокодилы тоже любят повеселиться И время от времени не против вот так покататься по грязи И даже могут позволить этой маленькой ящерице посидеть на голове Хотя и недолго Вот такой опасный, но безумно интересный оказался этот зеленый охотник А я надеюсь было интересно и вы досмотрели ролик до конца Тогда не поленитесь оценить его Пишите в комментариях, возможно я что-то упустил Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения А я с вами прощаюсь ненадолго Пока!